Могу сказать официально, это самое тихое место в Катаре, которое я пока здесь находила. Субтитры подогнал «Симон» Мы приехали на Пурпурный остров, находится на Бальхоре, и это, мне кажется, просто самое тихое место, которое есть в Катаре. Ты приезжаешь сюда, и у тебя просто как будто оглох только птички. Мне кажется, не так жарко, как в Дохе, потому что здесь, вот посмотрите, просто все зеленое, это магровые деревья. В общем, очень круто. Сейчас жарковато, но, я думаю, вечером сюда люди приезжают на барбекю. Также отсюда ходят туры на байдарках. Для этого нужно проснуться в 4 утра. Я думаю, все-таки мы справимся с этой задачей, и сможем показать вам даже такое вид отдыха в Катаре. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Фонтанное путешествие на Пурпурный остров. Мы давно хотели попасть, но мы приезжали, там была закрыта. Вот, и сейчас открыто, но, конечно, наверное, градусов 45-47 жарина улицы. И мы пошли туда в 3 часа дня, в самый солнцепек. Ну, круто даже, потому что там много зелени, когда идешь, хоть прохладный немножко ветерок. Мы даже начали подозревать, что там какие-то кондиционеры под мостом находятся, что ли. Классное место. Я думаю, с ноября месяца сюда можно приезжать свободно на барбекю. Даже купаться там. Там сейчас, в неделе уже на закат, видимо, собираются люди как раз плавать на байдарках. В прошлый раз мы приезжали, была водичка почище. И было просто какое-то ассоциации Мальдивы. Люди приехали со своими яблочками, вышли в море. И вообще никто ничего не волнует. Вот, казалось бы, Эль-Хор, маленький город, но он равняется, наверное, деревне здесь. Здесь все равно есть велосипедные дорожки, есть пешеходные дорожки, фонари на электробатареях. Ну и домики. Ну вот. Смотрите. Пятница все идут кататься на своих яхточках. И вот правило сразу. На машинах туда нельзя, раздеваться нельзя, колено нельзя, барбеку нельзя. Не кричать. Просто идеально. И вот это вот главный знак катаре. Нельзя в открытых бумагах. Смешки и дистанции. Даже на эскалотере. Он нас не особо печетлил, поэтому мы просто зашли в МАК и поедем домой. Магазин этот гитлит не очень. Переменский. А так бывает прикольно, очень чудно. Это было очень спонтанное и очень хорошее путешествие в Альхор. Прям вдохновило, расслабило. Когда ты живешь в бизнес-центре, ты вечный шум, вечный муравейник. Очень хорошо поехать куда-то, где тихо, спокойно. Вот. Так что, ставьте лайки, пишите в комментариях. Чтобы вам было бы еще интересно увидеть в Катаре. А пока. Всем спасибо за просмотр. Субтитры подогнал Игорь Негода.